Всем большой привет из Прованса. Вы на канале Жизнь Сибиречки во Франции. Сейчас 5 вечера, 37 градусов, температура чуть-чуть снизилась. Было почти 40 с чем-то. А вот мы... Чувау? А? А, да как? Я спросила у Александра, ты куда? Он говорит, я сделаю... Объеду, потому что там пробку он заметил. Поэтому мы поднимаемся в другую сторону. Похитрее сейчас получится или нет. Вот, температура у нас снизилась. Мы решили съездить вечером в Жар-депасьон, в магазин, все для сада. Потому что мы убрали террасу, у нас теперь чисто, красиво. А вчера с Александром убирались, убирались, убирали все растения. А у вас? А или я шире? Или я там все? Нет. Он мне спрашивает, посмотри, вправо. А или я думал? Вот. Вот, поэтому террасу вам покажу. И мне захотелось все-таки несколько цветочков ярких. Не знаю, сейчас что-нибудь найдем или не найдем. Понравится, мне не понравится. Вы спрашивали свекровь, про свекровь. Уехали они? Нет. Уезжают они завтра. Завтра утром уезжают. Поэтому встретимся с ними уже, когда они вернутся из поездки от друзей. Ну, мы поехали. Если что-то будет интересное, я обязательно расскажу вам все. Наш канал. Его скоро будут чистить. Потому что в канале находится примерно 300 машин, которых сбрасывают машины, воруют и сбрасывают. Или машины, на которых грабят и потом их туда, в этот канал ночью сбрасывают. И эти машины, они всю эту воду, там же бензин в баке, потом эта вода идет в другие каналы. Ну, короче, этот канал, который помогает, вырабатывает, на электричество вода идет. Поэтому его останавливать нельзя, в принципе. И воду сливать нельзя совершенно. И вот решают, что делать. Ну, потом вам расскажу. Заниматься будет мой муж. Скорее всего, этим. Так. Так. Я говорю, все на каникулах цветы никто не покупает. Сейчас что-нибудь купим, чтобы порадовать глаз. Что-нибудь красивое. Данна птица, ты себе вилё? Вилё? Да, вилё. Сколько сейчас комса? Ты сразу лит? Да. Что и видишь, ребята? Сибанане. А, Сибанане. Олег скажет, Банане, вам. Банановое дерево. А, до тракута, ты же, дарка, ты. А, он, ой. Высадили мы наши цветы. Смотрите, какая здесь у нас теперь красота. Я здесь стою босиком, надо обуться вам, показать. Так что, розу Александр пересадил. И представляете, за два дня, как он её пересадил, она начала выпускать новые росточки. А, вот, везде, значит, ей здесь хорошо. И я подумала, почему она у нас погибала. Я думаю, что это что-то связано с деревом. Потому что, может быть, я не знаю, может, что-то кислое на этом дереве или ещё что-то, не знаю. И вот Александр выбрал цветы. Я сказала, покупай, потому что это цветы моего детства. Не знаю, как называется, на клумбах возле дома всегда росли эти цветы. Там у меня ещё, теперь у меня мой. Ну, я прям босиком. Ну, очень хорошо ходить босиком. Энергию земли принимаешь в себя. Вот. Так что у меня теперь красота здесь. А ещё я вам забыла показать. Александр же высаживал маленькие цветы. Это оказались маленькие астры. Совсем малюсенькие. Не знаю, раньше таких даже и не видела. Но настоящие астрочки. Фиолетовые и беленькие. И здесь, скорее всего, также расцветут. Спасибо за гладиол, все, кто написал, что нужно их будет убирать, когда они высохнут. И вот такое чудо. Но это, конечно, однолетки. Вот это не знаю. Француженка-продавщица сказала, что это однолетние цветы. Но я помню, они у нас на клумбе росли постоянно. Напишите в комментариях, как они. Мне они не нравились детстве, как пахнут, а как цветут, мне очень нравятся. Поэтому Александр захотел такие цветочки. Ну, такая у нас августовская терраса. И очень красиво, потому что дикий виноград уже выпустил ягодки. И отдыхать вечером здесь, под этой крышей винограда, очень красиво. Уля, я буду заходить, потому что у нас сегодня градусов 45. Это мы вчера все высаживали поздно вечером, когда вернулись. И я даже не успела вам ничего снять. Теперь спортом приходится заниматься поздно-поздно вечером. Потому что в обеденное время и даже утром, когда просыпаешься чуть-чуть попозже, или нужно просыпаться очень-очень рано, часов в 6-7. А не хочется просыпаться так рано. И поэтому я занимаюсь спортом поздно вечером. Пойдемте, я вам покажу закат. Он такой сегодня красивый. Смотрите. Не видно. Лучи солнца. Прямо на тучах. Красота. Через камеру просто плохо передается. А вот так, когда смотришь на небо, то просто картина написанная. Лучи солнца. Лучи солнца и тучи. Мы распечатали лист школьных принадлежностей для Владислава. И вот надо уже будет закупать. Надо будет уже закупать. Потому что в конце августа будет просто толпа народу. И мы не хотим в этой толпе с масками. Потому что во Франции многие французы закупаются на последнюю неделю. Приезжают с каникул и идут в субботу, воскресенье. Перед самым первым сентября или девятым сентября. Кто когда там выходит. Будет закупать всю школьную фурнитуру. Вот у Владислава вот такой огромный список. Тут сначала идут все общее. И тетради, и ручки. Вы меня спрашивали. Сами вы покупаете? Да. Мы все покупаем за свои деньги. Единственное, учебники. Вот мы посмотрели. Здесь у нас. Он в четвертом. Здесь у нас всего один учебник. В этот раз по английскому языку. Все остальные учебники будут давать в колледже. Но в течение года, может быть, попросят купить еще какие-то книги. Но книги такие художественные для литературы. Очень часто просят. Ну, примерно где-то 3-4, может быть, книжки в течение года мы докупаем. Может быть, попросят еще какой-то учебник. В прошлом году мы два учебника покупали. А так вот идет, например, каждый предмет. Ну, что вот, например, физика. И что нужно будет по физике купить. Тут нужно еще смотреть, потому что есть классы, которые не относятся к Александру. Ой, к Александру, к Владиславу. Но, в принципе, потом вам покажу и расскажу. Если вам будет интересно, напишите в комментариях. А вот что им тут по физкультуре. Обязательно кроссовки, футболку, шорты. Нельзя кроссовки тканевые. Нужно обязательно кроссовки для спорта. А вот ракетку для бомбинтона. Слово не могу его никогда произнести. Правильно. Так. И что еще? Ага. Это не для него. В бассейн идут другие. Он в этом году будет заниматься теннисом. Вот я вижу. Ракетку для тенниса четвертому надо. Теннисом, значит, будем заниматься еще. Ну, потом, если вам интересно, напишите в комментариях. Я вам все-все покажу. Ладно, мои хорошие. Пойду я мужа провожать в ночную. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok